МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году ситуация начала продвигаться. В январе было объявлено о строительстве новой поликлиники. Во время визита учреждения губернатор Сергей Морозов встретился с общественностью и руководителями региональной медицины. Перед строительством нового корпуса старое необходимо отремонтировать, потому что пациенты еще два года будут ждать открытия современной поликлиники. Я не говорю о капитальном ремонте, раз мы там будем их переселять, но я говорю о хорошем косметическом ремонте, чтобы не было этих дырых окон, чтобы не было изорванных линолемов или еще каких-то безобразных моментов, которые просто унижают и работников здравоохранения, да и неприятно людям, которые сюда приходят. Новую поликлинику решили построить на месте старого кирпичного корпуса. После сдачи в эксплуатацию здание действующего медучреждения отдадут соцзащите. Депутаты и работники Минздрава уже выбрали образец лебодражания. 16 января делегация ездила в поселок Придорожный Самарской области, где несколько лет успешно работает медучреждение нового образца. Там они увидели, как должна выглядеть и функционировать поликлиника удобной и для врачей, и для пациентов. Все те площади, которые на сегодня планируется предусмотреть в новом здании поликлиники, они удовлетворяют всем требованиям. Это будет и неотложка, это будет и женская консультация перенесена, это будет и сценар дневного пребывания, что очень важно для жителей взрослого возраста. Рассматривается два типовых варианта – на 175 и на 250 посещений за смену. В новое здание переедет как взрослая, так и детская поликлиники. К строительству приступят в 2021 году. Прогрессивное медучреждение станет еще одним шагом к воплощению нацпроекта здравоохранения, утвержденного Владимиром Путиным. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова